Шанти-шанти РФ, единственный магазин, который делает видео-обзоры всего основного снаряжения, делает его честно и непредвзято. Сейчас у нас в руках, точнее в ногах, палатка Black Diamond Tepest Green, одна из наиболее крутых однослойных мембранных палаток, появившаяся в России 4 года назад и с тех пор пользующаясь заслуженной популярностью. Берут нечасто, но кто надо, тот берет. Производитель заявляет весов примерно на 3 кг. Сейчас мы это проверим. У меня для этого есть специальный безмен. Вот мы его включили. Безмен выдерживает вес до 50 кг. Давай я не буду показывать экранчик, а буду верить тебе на слово. 3,30. И далее давайте быстренько замерим габарит в палатке. Это тоже бывает немаловажно. Надо сказать, что сейчас она ужата не максимальным образом. Недостаточно эффективна. Длина объективно 54. Ориентировочный диаметр. 18. 54 на 18. Я бы сказал, что даже на 16, наверное, если немножко сильнее жать. Но просто примерное представление это даст. Теперь давайте откроем. Надо сказать, что будет сейчас драма, потому что палатка ставится достаточно непросто. А именно она ставится изнутри наружу. Чехол здесь очень простой. Вообще совершенно без выкрутасный, но с хорошей полиуретановой обработкой. Изнутри на как все блестит. Из похожего материала сделано дно палатки. Вот, собственно, дно. Не сильно отличается. Дно держит 10 тысяч. При этом производитель не заявляет до конца все нюансы, что это за материал. Только, в общем-то, тент палатки держит 7 тысяч. Та часть, которая не мембранной, мембранной, по идее, должна держать 20 на 20. То есть 20 дышимость, 20 тысяч миллиметров, 20 держит тент. Ну, посмотрим. Сейчас мы раскроем свою палатку. Увы, у нас здесь не горы, не природа, а вполне себе вот обычный каменный пол. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь. В принципе, она такая однушка комфортная, двушка вполне нормальная, сечет на тамбуру. Палатку будем ставить в следующий видео. Ну, а теперь давайте пока посмотрим, что у нас есть в комплекте в этом мешочке. Здесь, во-первых, идет набор колышков и компаний. Он отдельно кладется в отдельный внутренний карман. Сейчас, что школа с жару свежая, поэтому не так хорошо вылазит. Что здесь есть? Колышки. Вот они, Блэкдаймоновские. Алюминий хороший. Оттяжечки. Инструкция. И, кстати говоря, Истон, производительный материал для палатки, дуг очень известный, делает клюшки, шайбы. Дуги, кстати, отличные, сейчас покажу, эластичные, очень прикольные. Что отличается от многих других, здесь есть проклейка. Проклейка. Да, дело в том, что Блэкдаймонд по какой-то причине не проклеивает швы. Скорее всего, потому что палатка может лежать долго, силикону, свойственно, отваливаться. Соответственно, перед тем, как ходится с палатками, берем шприц, накачиваем силикон и проходим... И с этого момента, как бы, время эксплуатации начинает стартовать. Да, но это, честно говоря, палатку хуже не делает, слишком наклево. И последнее, что мы покажем в этом ролике, это дуги. Нет, я думаю, мы начнем собирать уже и в этом тоже. В этом ролике, хорошо. Дуги здесь достаточно много. Вот. Так, оставайся. Это как интересно. Опа, 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 па. Вот, видите, такой небольшой нюансик может случиться. Все. На дуги, обратите внимание, как они сами состыковываются, что говорит о хорошем качестве, то есть, веревки внутренние эластичные, при том, что палатка достаточно долго лежала. И дуги достаточно эластичные. То есть, они кажутся более эластичными, чем обычная стандартная алюмина. Соответственно, у нас сразу дуга. Но, к сожалению, я боюсь, что нам придется в этом дуге обратно сейчас загибать в тумбленном виде. Так, вот это два дуга. Я ставлю на четыре дуги. Три дуга. Что у нас? Видишь, они немножко разные. Сейчас мы будем еще забыть, понимать, куда еще вставляется. И четыре дуга. Как думаешь, нам лучше начать с дуг тамбуров или с внутреннего дуга? А может, кто еще не понял, дуги ставятся изнутри палаты? Мы сказали про драму. Сейчас будет практическая туристическая профтология. Для того у нас две одинаковые дуги. Я думаю, что, наверное, мы с них и начнем. Когда уберем тумбура в сторону, соответственно, нам нужно с ним попасть как-то внутрь. Все дуги мы ломаем по середине, чтобы равномерно распределять давление их. Далее. Эта палатка, конечно, выдержит любые ботинки. Может быть, даже в кошках. Только один раз, правда. Но все-таки, чтобы не портить ее на своемном плане, давайте мы, наверное, разуемся. Пока сразу видно, есть зеленая ткань палатки, есть серая ткань палатки серии. Это обычный невол. Надо сказать, достаточно качественный. Сделан лучше, чем большая часть палаты, которую мы видели с клипстопом. Зеленая мембрана, черный пол. Соответственно, открываемся. Все светоотражающее, понятное дело. Молнии здесь очень хорошие. Как бы понятно, что за свои практически 40 тысяч, может быть, даже уже больше, палатка не может быть сделанных лов. 30-40, скажем так. Так, открываем. Естественно, здесь код дублирован москиткой. Мы точно знаем, что некоторые люди берут такие палатки во все осенние булочки, чуть даже не в летние. Теперь давай я сниму все лишнее, чтобы мне ничего не мешалось. И, так сказать, пойду в бой. Не знаю, может быть, тебе и смысл залезть с другой стороны. Все, посмотри. Я сориентируюсь. Человек-палатка. Палатка-человек. Так. О, тебя видно, да. Значит, смотри. Вот мы берем немножко, собираем его. Так, ладно, все-таки стаканчик чуть-чуть разбираем. Вставляем в него. Как-то еще кармашек внутренний. Кармашек, кстати, с светопрожающим олимпинцем. В принципе, восьми должны быть немножко не только. И, соответственно, вот у нас. Палатка, так говоря, все-таки одноместная. Правильно? Палатка все-таки, скорее, двухместная. Двухместная. То есть, мы нормально что-то вдвоем. Двухка-двухка. Пока нам нужно ее собрать. После этого она станет двухместной. Пока что это полуфабрикат палатки. Ну, я думаю, картина-то усла. Мы встретимся в следующем ролике, когда она будет чуть более собранная. Оставайтесь с нами. Ставьте лайк и пишите комментарии.